Красота, да? Но это, честно говоря, жалкое подобие того, что вам предстоит увидеть на Горном Алтае. Надеюсь, вместе со мной. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые мои выпуски, новые серии с Горного Алтая. Обещаю, будет море приключений, море интересных, занятных историй и, конечно, огромное количество божественной космической алтайской красоты. Две фишки есть у курорта Манджирог. Это теплое озеро Манджирог, рядом с которым мы были, и гора Малая Синюха, где организован горнолыжный курорт. И вот туда как раз и ведет канатная дорога. Карету мне, карету. Что самое главное человеку на горе? Глинтвей. Возьмем Глинтвей. Вот сижу я на шезлонге, смотрю на Алтайские горы. А по соседству с курортом Манджирог стоит село Манджирог. Ну, где-то в четырех километрах от него. Сводный хор индюшек. Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. За мной Манджирогский порог. Ну, просто, ну, космос какой-то. Нормальная здоровая жизнь нормального русского мужчины. Прощай, дорогой. Возвращайся поскорей с уловом. Я гуляла по Манджирогу и увидела какой-то невероятной красоты дом. Мы заходим в коридор. Это, я так понимаю, шкаф, да? Когда мои друзья и родные узнали, что я уезжаю на Алтай, был составлен такой огромный список того, что можно отсюда привезти. Это для зрелой кожи, то есть очень полезно. Вот именно пантовые. Для омоложения, восстановления, тонизирования организма. Вот вообще любая пантовая продукция идет. О мужчинах тоже на Алтае не забыли. Им предлагается бобровая струя и панды. Это медведь. А это волк. О, волчьи тапки. Волчьи тапочки. А волчьи тапки сколько стоят? Любая пара. 2 500. Это сик. Сик. Горячее копчение. Это хариус. Горячее копчение. Я нашла на Алтае супероригинальное блюдо. Это сосновые побеги, сваренные как варенье, с медом и сахаром. И аккуратненько, чтобы не обварить, как мы уже говорили. Сосочки, да? Алтай потихонечку, наверное, становится таким любимым местом для цифровых кочевников. Я на удаленке уже седьмой год. Оп. Вот. И пахнуло на меня ароматом столичной жизни. И это тоже манджирок. Привет, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале «Эконом-класс», где я рассказываю, как получить огромные впечатления за вполне себе приемлемые деньги. Меня зовут, кстати, Юлия Рябинина. И сейчас я в горном Алтае, а если быть точнее, на озере Манджирок. Манджирок Ой, сейчас подальше сяду. Манджироков действительно несколько. Слово «манджирок», название, вернее, «манджирок» носит несколько объектов. Вот озеро Манджирок есть, всесезонный курорт Манджирок, куда я сейчас направляюсь. И он как раз находится рядом с озером. И есть в селе Манджирок. Так вот, я расскажу вам о двух манджироках. О курортном Манджироке, таком фешенебельном, хорошо оборудовании, замечательной инфраструктурой. И в селе Манджирок. Очень провинциальным, милым, забавным. А вы в конце программы напишите, что вам больше понравилось, где бы вы хотели отдохнуть. Так что, поехали! Честно говоря, всесезонный курорт Манджирок сегодня напоминает большую стройку. Я зашла сюда не с парадной стороны и, в общем, преодолеваю какие-то горы, котлованы, кучу-кучу кранов для того, чтобы дойти до главной достопримечательности горнолыжного Манджирока. Это горы Малой Синюхой и канатной дороги. Манджироке Но новое дыхание Манджироку подарил Сбербанк. Манджирок стал таким приоритетным инвестпроектом. Сбербанк положил сюда много денег. И это видно. То есть стройка здесь какая-то масштабная, огромнейшая. Вот сейчас, октябрь 2022 года, по моим ощущениям, с такими скоростями к зиме они вполне превратят Манджирок в очень удобный горнолыжный курорт. Поэтому, если вы по этой части, то попробуйте, распробуйте. Так, вот у нас касса, где продаются билеты на канатную дорогу. Сколько стоит билет? Так. Взрослый стоит 500 рублей, детский 400, пенсионный 350. Будьте добры, один взрослый. Ощасливленная билетом. Иду на канатную дорогу. Ой, я так люблю канатные дороги. Вы себе не представляете. Кстати, движется очень тихо. Это значит, не надо сломя голову нестись и запрыгивать туда. Это очень хорошо. Я всегда боялась запрыгивать в эти кабинки. Все, ребята. Ну, не скажу, что ощущения какие-то суперские. Потому что есть, конечно, канатные дороги и покруче. Но хочу сказать, что очень безопасная, очень тихая гондола. То есть едешь, здесь вообще тишина полная. Даже ветрозащита не нужна. А протяженность этой трассы больше 2500 километров. Да? Что говорю-то? Какие даты? Что самое главное человеку на горе? Глинтвейн. Возьмем глинтвейн. Через трубочку осторожно не обожгайтесь. Можете взять. Ага. Так. Глинтвейн. 300 миллилитров, 250 рублей. А, алкогольный сколько? 300 рублей. 300 рублей. Все равно неплохо. А-а-а-а! А-а-а! А вы знаете, стоит проехать на этой скучной, неадреналиновой канатной дороге, чтобы увидеть эти сумасшедшие виды, которые открываются с высоты горы Синюха. Вообще, конечно, Алтай, он необыкновенно красив. Я не знаю, какой художник мог придумать что-то более красивое, мощное, живописное, неповторимое. Как алтайские горы, между которыми течет речка Катуни, ее притоки, и где покоятся тихие, красивые алтайские озера. Алтай, ты, конечно, вынес мне мозги. Спасибо тебе. Прямо на верхотуре горы Синюха есть Теренкур. То бишь прогулочная трасса, длина маршрута 2 километра 300 метров, уровень сложности средний. Только я настроилась на здоровительную ходьбу, а тут меня встречает надпись «Опасно, проход закрыт, ведутся строительные работы». Ну, вообще, что я поняла? Что на Алтай надо ездить либо летом, когда можно там сплавляться, кататься на сапах, каяках, рыбачить и что-то около воды делать, либо зимой для того, чтобы на горных лыжах кататься. В остальное время года Алтай для вас закрыт, потому что закрыты все общепиты, магазины, какие-то крупные популярные торговые точки и даже Теренкур закрыт, потому что ведутся строительные работы. Так что не повторяйте моих ошибок, приезжайте на Алтай в правильное время. Ну, в общем, решила я напоследок выпить кедрового кофе или кедрового чая. Про что вы мне советовали? Это кофе был. А, кедровый кофе. Вот мне Кирилл посоветовал выпить фирменный алтайский напиток, кофе на кедровых орешках. Сейчас попробую. Еще здесь штучка есть. Здесь есть пастила, из брусникки, из черноплодной рябины, из облепихи. А облепиха местная ягода, да? Водится у нас, да. И черника. Сейчас наморят кофе и туда добавят кедровых орешков? Не совсем. Это классический напиток латте. Да. На основе эспресса. Вот с добавлением местного сиропчика. Можно алтайского. Скажу. Это у меня есть в покупке. Вот такой. Из почек сосны. Отвар. Он вообще как лекарственный. А, то есть получается, что это добавляют туда сиропчик и отвар. Ну, мы используем как ароматическую, такую вкусовую добавку. Дальфольный аромат, сладость, как чайная ложечка сахара. Вот и все. И цельные ветровые орешки. Где у меня? Попробуем. Вот так вот. И получается, орешки на дне не оседают, ее тякофе не попадают, рождаются новые вкусы. В этом вся суть. Да, ну хорошо, сейчас попробуем. Как это оригинально. Необычно очень. Очень рекомендую. С таким горьковатым привкусом кофе. И там попадаются прямо кедровые орешки. Очень вкусно. Вот сижу я на шезлонге, смотрю на Алтайские горы с Катунью. Пью кофе с кедровыми орешками. Сейчас я еще закушу пастило из брусники. И, наверное, это самые крутые моменты сегодняшнего дня. По крайней мере, я их точно запомню. Пастила очень вкусная. Главное, что она не сладкая. Но суховатая, хотя мне такие нравятся. В общем, ребята, вы понимаете, кайф можно найти везде. Главное, на этот кайф настроиться. И найти места людей, которые вам этот кайф подарят. В общем, кайфуйте, ребят. Кайфуйте. Мне кажется, жизнь, собственно, для этого и дана. А по соседству с курортом Манджирок стоит село Манджирок. Ну, где-то в 4 километрах от него. И по сравнению со своим тезкой, курортом, который, судя по масштабам строительства и по амбициям хозяев, претендует на звание европейского курорта, село Манджирок, то европейского уровня еще ой, как далеко. Гуляя по Манджироку, то и дело натыкаешься на коровьи какашки. Их тут в огромном количестве. Это мне напомнило, кстати, Индию, где коровы – священные животные. Они могут перегородить дорогу, и никто им ничего не скажет. Ну и какашек столько же. Вот еще какашка. Но стоит пройти всего лишь несколько метров до берегу в Катуни, и в Манджироке появляется Европа. Ну, почти Европа. А вот на воротах этого большого дома висит табличка. На ней написано «Территория под охраной берского Зейненхунда». Наверное, после этого мне должно стать страшно. «Сводный хор индюшек». Давайте, раз-два-три. Раз-два-три. Солит пёс Барбос. А сзади запивают утки. Ой, какие у них хвосты-то. Ой, красота немыслимая. А вот еще и курочки прибежали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скорость течения реки 5 метров Может быть, визуально, кстати, это не смотрится так, что это так быстро Но на самом деле, это очень быстро Посмотрите, за мной Манджирогский порог Ну просто, ну космос какой-то А чем он, кстати, знаменит? Ну, сейчас по нему рафтеры катаются Он не относится к разряду таких опасных порогов Но вплоть до XX века Жители Манджирога добывали себе пропитание Сплавляя по Катуне такой отборный лес Они из него делали плоты И по Катуне сплавляли Так вот, сначала лес добывали до Манджирогского порога А потом там уже леса отборного не оставалось И жители Катуны вынуждены были подниматься вверх А теперь представьте Вот через такой порожек На таком плоту из бревен проехаться Короче, в общем, жители Манджирога Были очень отважными и бесстрашными людьми И они все выше-выше поднимались Количество порогов Все увеличивалось-увеличивалось А они все сплавляли, лес и сплавляли Но иногда, конечно, не доживали до глубокой старости Вот Посмотрим на жизнь обычных алтайских рыбаков И какую рыбу можно поймать в Катуне? Хариус Как? Хариус Хариус Еще одна лодка Шкипер называется Вот нормальная Нормальная, здоровая жизнь Нормального русского мужчины Я чувствую себя женой рыбака Который, знаете Прощай, дорогой Возвращайся поскорей с уловом Вы знаете, бывают в жизни минуты, когда ты сама себе завидуешь Вот сейчас я сама себе завидую, потому что я гуляла по Манджирогу и увидела какой-то невероятной красоты дом с резными наличниками, с украшениями деревянными И в это время в этот дом входила молодая симпатичная женщина с ребенком Оказалось, что она снимает этот дом И я уговорила ее пустить, показать его И то, что я увидела Это было чудо Это такой музей, созданный руками Музей из дерева, из камня Живописный музей Это все было сделано руками хозяев этого дома К сожалению, отец и мать уже умерли Отец был художником по камню А мама была просто художником И вот они создали свой уникальный, удивительный по красоте, удивительный по изобретательности мир у себя в доме, вокруг дома И давайте мы на этот мир посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы в сосновом бару Но это не простой сосновый бор Это бор-отель Можно так сказать, манджерок-отель в сосновом бару И вот Дмитрий Сотрудник этого отеля Любезно согласился рассказать Про, ну не самые дорогие варианты жизни в этом месте Мы сейчас идем посмотреть номер категории полулюкс с балконом Но в нашем варианте сейчас будет с верандой Да, здесь вот получается зона Ну, она актуальна только в летнее время Понятно, что зимой как бы сильно здесь не посидеть Значит, вот сам номер Вот такого варианта у нас Пахнет деревом здесь очень Домики у нас все Внутренняя отделка под дерево Поэтому и зав как бы соответствует этому По номеру, как я уже сказал Духспальная кровать Диванчик двухместный раздвижной То есть 4 человека могут здесь разместиться То есть двое взрослых и ребятишки Вообще как бы без проблем Да, удобство, все в номере То есть душевая кабина, раковина, унитаз Сейчас мы с вами можем посмотреть номера Как бы эконом, такие варианты Также на двухместное размещение Здесь на первом этаже имеется зона как бы для отдыха То есть здесь вот возможно будет спуститься из номера Если кто на втором этаже Либо на первом этаже Спуститься, посеять чай, попить, например А, это какой-то общий такой, как коттедж получается Для нескольких семей, да? Да, здесь грубо говоря можно выкупить 5 номеров В этом корпусе То есть одна семья, грубо говоря Либо компания какая-то, да, будет отдыхать Они могут для себя выкупить У нас таких еще два домика есть Сейчас с вами на втором этаже вот посмотрим два варианта Получается два спальных места только Также они подразделяются Есть стандарт двухместный с одной двухспальной кровати Есть две раздельных кровати Здесь как раз в нашем варианте две раздельных кровати То есть если нужно, гости могут раздвинуть Если вдруг, ну, как бы это нужно, например, там Мама с дочкой приехала, либо отец с сыном вдвоем То можно раздвинуть Есть еще такой вариант у нас Называется стандарт эконом Таких у нас номеров два В общем, из-за всего номерного фонда Значит, здесь вот комната выглядит В принципе, сильно не отличается от той Только она поменьше И еще, значит, какое отличие от обычного стандартного номера А, так я обратила внимание, что нет санузла Здесь нет санузла, да Санузел, он находится общий Как я уже сказал, что с общим санузлом На два номера Здесь вот душевая раковина, унитаз имеется Она идет на два номера Что касается моих предпочтений Я, если где-то останавливаюсь больше, чем на три дня Люблю селиться там, где живут местные Если это речь идет о городе То в обычных квартирах, в апартаментах Если речь идет о селе, то в гостевых домах Вот в этот раз я тоже поселилась в гостевом доме И сейчас я вам проведу по нему экскурсию Вот, знакомьтесь, это Галина Сейчас она приблизится, поближе подойдет И я ее представлю Это Галина, хозяйка гостевого дома, где остановилась И человек, который сдал мне кучу полезных и приятных явок И пороли в манджироке Здравствуйте, спасибо Так вообще мы занимаемся с мужем спортом И мы представляем спорт От настольного тенниса до железных дисциплин триатлона Поэтому, как правило, у нас отдыхают Иди, иди, подходи больше Как правило, у нас отдыхают спортсмены, любители Мы очень любим проводить совместные тренировки Либо здесь у нас прямо практика йоги в хорошую погоду на ковриках Либо силовой тренинг в спортивный городок Либо велосипедные тренировки, либо, конечно же, бег Так, мы поднимаемся на второй этаж Здесь находятся комнаты для гостей Ну, апартаменты, скажем так Да Да, апартаменты здесь у нас для двух компаний Для двух... Ну, две семьи здесь могут разместиться У них есть кухня для того, чтобы здесь приготовить что-то, покушать для себя Все необходимое оборудование для этого посуда Газовая плита, микроволновка, холодильник и два столика Ну, и вот такого плана комнаты Тепленькие Ой, слушайте, как так тепло Да, у нас в этом году газовое отопление, поэтому мы сейчас вообще очень в этом продвинуты в тепле И какой-то запах, у меня такого запаха нет Хороший запах Я не пойму, может быть, свечка? Да, потому что... Я тоже чувствую, но я не могу понять, что это может быть Где-то поутру встаешь И наблюдаешь за жизнью Маджирока Это одна часть гостевого дома А вторая часть находится неподалеку, где я живу Да, да, через дорогу у нас еще вторая часть Сразу встречают немножко поникшие цветочки Ну, ребята, на улице Октябрь А вот это двор Он, кстати, очень хорошо заточен на детишек Если у вас дети, то, видите, есть игровая площадка Батут Вот домик, в котором я живу Здесь у нас три номера На первом этаже номера студия На втором этаже такой большой семейный номер И такая качелька, на которой можно зависнуть Покачаться и полюбоваться На Алтайские горы Они реально красивые Вот за все время моего пребывания Они были белыми, желтыми Потом стали красными И они никогда не бывают одинаковыми И вот такая дорожка ведет Я поселилась в номере студии Здесь у нас такая общая терраса на два номера Есть мангал и столик, за которым вы можете Я, например, здесь поутру пью кофе И снова любуюсь на Алтайские горы Вот это мой номер студия Мне он, честно говоря, жутко нравится Здесь есть очень симпатичная кухонька Со всем необходимым С холодильником С чайником В общем, со всей посудой Это стол, за которым я ем и работаю Видите, украшено все Такими тряпичными панно И большая двуспальная кровать Вот тумбочка с холодильником Извините, с телевизором заговорилась Здесь у меня косметические предназначения Щеточки Но, честно говоря, я здесь вообще ими не пользуюсь Я как блогер должна уже выглядеть хорошо Но здесь мне лень большая этим пользоваться Потому что столько воздуха хорошего А это санузел Санузел, он небольшой Но все необходимое есть Колонка И душевая кабина Ну, извините, косметикой я пользуюсь всегда Поэтому вожу ее в больших количествах Люблю Ну, если так подвести итоги Где лучше селиться Если вы любитель комфорта Какую-то предсказуемость Чтобы жить в огороженной территории С горничными, с охраной С завтраками То, наверное, лучше выбрать парк-отель Манджирок Это такой, скажем, безопасный, комфортный Беспроигрышный вариант А я предпочитаю селиться там, где живут местные Я уже рассказала почему Потому что мне это интересно Атмосфера места, в котором ты путешествуешь Но и вы сами видели, что мой номер Намного просторнее У меня есть и кухня У меня есть все удобства, которые необходимы И стоит он значительно дешевле Вот сейчас за номер в октябре я плачу 2500 А в парк-отеле Манджирок Там ценник начинается с 3000 И номера совсем небольшие Даже с общим санузлом Так что это все-таки зависит от ваших предпочтений Но если говорить все-таки об экономии То гостевые дома выгоднее Когда мои друзья и родные узнали Что я уезжаю на Алтай Был составлен такой огромный список того Что можно отсюда привезти Алтайский чай, алтайский мед Алтайскую рыбу И моралы Это мясо оленя, которое на Алтае разводят В общем, наверное, этим списком А еще дочка сказала Привези мне что-нибудь алтайское Какие-то алтайские сувениры Может быть, какие-то сакральные знаки В общем, этим списком знания чего-то алтайского, экзотического У меня ограничиваются И чтобы вообще просветиться в этом вопросе Я пришла на Манджирокский рынок Рынок, как видим, не маленький Но хочу вам сказать, что подобные рынки стоят практически у всех таких туристических достопримечательностей на Алтае В горном Алтае Поэтому ассортимент весь один и тот же И цены наверняка одни и те же Вот это носки из верблюжьей шерсти Это монгольский товар А вот то, что производится на Алтае Что у нас производится? Утрушки вот такие деревянные Из алтайского кедра Сделаны Манджироки Это вообще, я так понимаю, все сделано Для холодных напитков Подставочки для горячего из кедра тоже сделаны Посмотрите Красивые подставочки Вот подставочка, такая подставочка стоит 300 рублей Такая 400 Иконы из кедра можно купить Состочки разделочные Ух ты, посмотрите, посмотрите, какая красота А сколько такая доска? 700 рублей стоит Так, что мы тут нашли? Мы тут нашли алтайский мед И, видимо, на алтайском языке Ахтен, Злюкин, Собакен, Яйцен, Клац-Клац Нет, это не алтайский Это помесь немецкого и русского языка А вот скажите, а крем пантовый, чем он полезен? Я знаю, что панта для иммунитета хорошо, а крем? И насыщение кожи идет Это для зрелой кожи, то есть очень полезно Именно пантовые Для омоложения, восстановления, тонизирования организма Вот вообще любая пантовая продукция идет Ну вот здесь очень много таких из алтайских трав, из алтайских продуктов Кремов и масел А вот такие маленькие баночки стоят 150 рублей А большие сколько? 300 А большие 300 Вот есть еще такие экохлебцы Из разных семян, таежные называются Они тоже, поскольку 150, так сказали 150 И о мужчинах тоже на алтайе не забыли Им предлагается бобровая струя и панды Вот, посмотрите, это хариус, да? Я так понимаю, это горячее копчение? Это сик горячее копчение, это хариус горячее копчение, это холодное копчение хариус Есть хариус вяленый еще, вот такой А скажите мне, а сик от хариуса чем отличаются? Сик это как представитель хариуса, потому что хариус это сиповая порода Изначально сик, потом только хариус Хариусов 17 подвидов есть То есть сик как бы выше по цене, чем хариус? Так, а теперь скажите мне о ценах Вот сик, где у нас сик? Вот этот сик самый, да? Сколько стоит вот такая рыбка? Это крупненький, он 1550 Он вообще бывает от 100 рублей И в зависимости от веса Все разложено по весу А вот посмотрите Здесь у нас изделия из кедра Уже обереги из кедра Кедр вообще, видимо, такое Священное дерево для алтая Есть шаман, он является оберегом дома Оберегом здоровья Это щепная работа из кедра Вот эта вот фигура, слияние двух рек Бия и Кату Ага, красота У нас получается река, оп, такой вот большой Из двух кусочков Нет, это, скажем так, один большой кусочек Разделено на две И вот он облагорожен Талисман любви А сколько стоит этот оберег? Какая? 1500, поменьше 1100 Вот этот инструмент называется как? Камуз Камуз Или варган по-русски Камуз или варган Это такой национальный алтайский Или даже тюркский, да, я так понимаю, инструмент Все-таки алтайцы, это же охотники И на рынке Манджирок Можно увидеть прям шкуру медведя Это медведь А это волк То есть вот это взрослая оса Два с половиной метра Это пятилетка, самец Выделываю сама, могу под запах Пойдемте в салон Ростовые куклы, то есть шаманы Ух ты! Настоящие волосы, конская гриба Вот это, допустим, шаман в облике лисе А кто покупает такие вещи? Поставила практики Либо практики А вот таких вот шаманов То есть на алтайе можно смело брать Изображение шамана Потому что на алтайе нет даже такого понятия Как черный шаман У нас белые шаманы Они лекари, они хранители домашнего чеба То есть вот такие вот шаманчики Они ставятся в коридоре в прихожей Это обереги Обереги для дома, для семьи Сколько стоит вот такие? Такая кукла стоит 3000 Замечательно А вот эта побольше, которая? Вот такая вот стоит 8000 Вот эти куклы стоят 15000 Это вот эти высокие куклы Ростовые Ростовые с бубнами Ну и вообще из меха можно все, что хотите От варежки Это тоже ваше, да, производство? От варежек до ковров Посмотрите, какие Например, для девочек Капочки из соболя Стелька идет, мутончик, ковчиночка натуральная Сверху идет соболек Сколько стоит? 2500 любая пара Ну слушайте, ну соболины в тапках разгуливаете, да? Можно норочка, можно чернобурочка А есть мужские варианты, пожалуйста, из волка О, волчьи тапки! Волчьи тапочки Есть ребята, вот смотрите, которые занимаются окариной Окариной? Они на Алтай знают комус, да? Этот тенгум Да Мало кто знает о Карине Слушайте, пожалуйста Каждый лепесточек своей тональности И вот такое звукоизвлечение А вот здесь, допустим, звукоизвлечение Он полый, вот этот вот не полый А вот этот вот полый внутри Здесь низ все вибратое идет вот сюда Поэтому его можно прям лежа на животе, чтобы почувствовать вибрацию Тогда, когда у этого звукоизвлечение идет прямо на вас Вот такой более летящий звук Потрясающе! Слышите, такие звуки, они какие-то такие горные, я бы сказала Космические Да, горные, космические Спасибо вам большое, очень интересно Хорошего путешествия Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно Ой, какой ты грозный пауз! Вот такая очень красивая комната у Лили Со старым таким бюро, да? Угу Потрясающе! Лилия, ну расскажите о себе Я поняла, вы несколько раз повторили, что вы не травница А кто вы? Ну просто любитель Чайных, ну, травяных чаев Тут душица, зверобой Вот видите, там цветочки Иван-чай Там листочки малины Листочки Сбор такой интересный Вишни, да Вот это вот мятка там Зизифора Вот могу там душичка Все это класть сюда Это молодые побеги сосны Ага Вот И здесь у меня тоже такой другой чай Тут больше мят на душичный А здесь мяты нет Здесь вот побеги сосны Мелисса Курильский чай Смородина Лис Он такой, знаете Немножко лимонно Такой лесной Вот Я заварила здесь не очень сильный крутой кипяток Чтобы, ну, нам можно не разводить Но если кто-то хочет еще послабже Можно, конечно, и развести Он не такой вот бьющий в нос Аромат Он очень мягкий Он такой вот такой вялотекучий Но, кстати, я вдруг обратилась Что у чая есть, вот как у вина, послевкусие Вот я вот чувствую сейчас Он на языке, такая горчинка появилась Слушайте, а это мое открытие Это меня угостила Лили Это сосновые побеги Сваренные, как варенье С медом и сахаром Потом высушенные И получились такие суперские угощения Что-то похоже на чипсы, что ли Это лакомство Это сладкое лакомство С такими нотками горчинки Которые придают ей необыкновенный оригинальный вкус Но самое главное Как это полезно Это же сосна Там куча всяких витаминов и минералов Но он полезен Знаете, когда полезно и невкусно Это ничего хорошего А тут и полезно, и вкусно Автор этого произведения кулинарного искусства Лили Смотрите, на нее сундучок Вот здесь черемуха Сушеная, видите Целая коробочка Это вот я чаи делаю Фруктовые Да Тут смородина немножко Ее, правда, немного Уже мычки скушали Этот Боярышник Тоже там Всякие Тут яблоки Яблоки Тут красная рябинка Красная рябинка Да Слушайте, прям драгоценный сундучок Посмотрите Это называется сундучок здоровья Да Здесь вот яблочки Все это дикие, все лесные Все это из леса Все и яблочки, и рябинки Вот такой А сундук-то какой Смотрите, красивый А сундук Сам сундук достойно Отдельного внимания Вот, так что посмотрите Внучки знают Тот и постоянно в сундучок лазит За сладостями А, то есть получается Некоторые дети лазают Каз наверху на буфет А у ваших внучек Просто приходят Открывать Потому что здесь же Ничего вредного нет Все сухофруктики Ягодки В советское время Помню, были дома творчества Где люди творческие Сценаристы Режиссеры Композиторы Могли уединиться Писатели Уединиться Оторваться от быта От своих Рутинных обязанностей И предаться творчеству Так вот, я хочу сказать Мне показалось Что Манджирок Это самое А может быть даже весь Алтай Это самое подходящее Место Для людей Которым нужно Оторваться От Рутины Быта И каких-то Повседневных Своих обязанностей И полностью Отдаться творчеству Ну или работе Повседневной Которая требует Одних Концентрации Усилий И прочее Поэтому Алтай Потихонечку Наверное Становится Таким Любимым местом Для Цифровых Кочевников Для тех Кто Работает В основном В айти Не привязан К какому-то Определенному Месту жительства К офису Не привязан И поэтому Он может Путешествовать По миру Не прекращая Работу И сейчас Мы идем В гости К одной Такой паре Айтишников Которые Создали Это пространство Для своих Коллег Где есть Прекрасная Природа Прекрасный Интернет И все Условия Для Удаленной Работы А вот И Саша Здравствуйте Здравствуйте Вы меня Встречаете Как в лучших Голливудских Фильмах Река Горы Красивая Женщина На балконе Роскошного Дома Машет Мне рукой Красивой жизни Привет Куда Сюда Ити Да Кофе Мы Через Капельную Кофеварку Там Просто Засыпаешь Водичка Проходит И пахнула На меня Ароматом Столичной Жизни Я на удаленке Уже Седьмой Год Буквально Вчера Праздновала Можно сказать Шесть лет Проекту Да И начался Седьмой Год Которым Я занимаюсь Как предприниматель Это онлайн Конференция UX Марафон Я ее Как раз Готовлю Вот у меня Сейчас Через два Часа Будет Прогон и запись Доклада Со спикерами Вот И Собственно Я искала Такой проект И придумывала Его себе Чтобы я могла Путешествовать Думаю Смотрите Град ваш Кстати Да Да Град Видите Он А стекло Бьется О Мишуля Крадется Это мой сын Миша А где На улице У нас Кота Спасать Где кот А где котик Он куда-то уже убежал Ух Град Да я говорю Уху Да А вот вы знаете Засыпает Все И вообще Алтай любит Он мне все время Преподносит Какие-то Сюрпризы Вот так Посмотрите Вау Вот и наступила Зима За минуту Я уже думала О том Что Как бы Классно Вот это все Ну вот Путешествовать В разных местах Работать удаленно Но плюс еще Чтобы были люди Были люди И не просто люди А которые тоже В этой сфере работают Чтобы вы друг друга Дополняли Вместе Чтобы Обучали друг друга Вот И Я придумала Такой формат То есть Это не гостиница Куда вот приехали люди И уехали Это сообщество Куда приезжают Люди Одной тематики И вместе Проводят время То есть И отдыхают И работают И еще вот по утрам Там друг друга Сама обучают Или вместе Просто путешествуют И это тоже уже Ну дает Нетворкинг Очень положительный Вот это наша веранда И мы ее трансформируем Под разные задачи То есть Если у нас концерт Мы лавочки сюда Столы выносим Вот здесь сидит Либо вилончелист Из Чикаго Как у нас тут Гостил 10 дней И давал нам 4 концерта Либо Еще что-то Если у нас Какие-то мастер-классы Столы мы сдвигаем Садимся вокруг Что-то делаем Вот еще у меня тут Есть метла Я очень, знаете, люблю Вот так взять Навести красоту А я думала Летать Летать Я думала Летать на метле Потому что Алтайн весь такой Сказочный Мистический Мне кажется Это было бы Ну да Но я еще не пробовала Но могу попробовать Когда в Москве Девять утра Здесь уже тринадцать И ты до тринадцати часов Можешь совершенно Спокойно Уже отлично Провести время Да Там сплавиться на лодках У меня муж каякер Да То есть он успевает Залезть на гору Вот мы лазим сюда Походить по лесу Искупаться Пообщаться с друзьями Провести пару мастер-классов Да И это пока еще Москва спит У тебя фора У тебя жизнь Две жизни в одной Так Заходите Это куда мы Это мы попали На второй этаж Да Это холодные наши комнаты Мы их сдаем Только летом Можно я немножко Оставлюсь Да-да-да Пускай будет Вот Здесь у нас Ну Такие небольшие комнаты Скажем так Апартаменты у нас Немножко по-другому Выглядят Это можно сказать Такой эконом-вариант Это на троих И сколько этот эконом-вариант стоит? Ну вот комната стоит На троих Две тысячи рублей А кухня, ванная Это где? Вот здесь есть удобство Здесь туалет А душ у нас в бане Душ и кухня Собственно из-за этого эконом-вариант Что нет душа И кухня отдельно стоит Вот Ну тут самое интересное Это наверное вот это пространство С панорамным балконом И большой комнаты Тоже рабочая зона Тут тоже провели дополнительных розеток Такие столики Все деревянные Ну да-да Здесь так очень хорошо дышится Ну и самое конечно главное Это вот как вот С таким видом А-а Ну это конечно Сидеть и работать Ну или не работать Вот Это наша летняя кухня Тоже место Куда мы все С большим удовольствием Собираемся Здесь есть мангал уже под крышей Не-не-не снимайте Вы обувиете Да Вот Есть тоже стол Посидеть Холодильник И летом Собственно здесь тоже Все движение происходит Вот Готовим Общаемся Да-да Играем Я хочу сказать Что манджирок Несмотря на Отсутствие какого-то Богатства Там я не знаю Каких-то благ особых Выглядит очень счастливыми людьми И вы тоже Выглядите очень счастливы Как типичный Алтаец Алтаец Или манджирок Житель манджирока Ну конечно Когда тебя окружает Такая красота Счастливым быть просто Завтра в Москву А я себе уже не представляю Как я Буду встречать день Без такой Красоты Вообще Это было очень необычное Путешествие для меня Потому что я всегда Путешествую в таком режиме Нон-стоп По голопам по Европам Когда нужно За там две недели Объехать Десять, двенадцать, пятнадцать Разных мест, городов И достопримечательностей А в этот раз Видимо Алтай И так захотел Чтобы я Осела и затормозилась Потому что Планировался Автомобильный тур По горному Алтаю С моей близкой подругой Но она К сожалению Заболела И я И путешествовать Одной по Алтаю Было и скучно И дорого И я Осела в манджироке И в общем Жила в манджироке И его окрестностях И мне так признательно Сложившаяся ситуация Что я Притормозилась Замедлилась И вдруг почувствовала Радость просто так Без мощных впечатлений Без достигаторств Без чего-то Что вызывает у тебя Бурю эмоций И как бы Надолго вспоминается А я была счастлива Просто так То, что встает солнце То, что каждое утро Я вижу Катунь Я вижу Горы Алтайские Я гуляю Я дышу этим воздухом Алтай И те люди С кем я здесь встретилась Заставили меня Как-то по-новому Взглянуть на себя На свою жизнь На свои ценности И я На сто процентов Уверена Что Сев самолеты Отправившись в Москву Я вернусь туда Уже Немного другой И за это Я должна сказать Большое спасибо тебе Алтай Субтитры создавал DimaTorzok